какое-то время я начинал видео с того что как бы грустно что происходит что происходит и сейчас я думаю что наверное уже не грустно и тут даже я не знаю я даже не знаю что сказать это моя реакция на видео которое мне прислала александра я прям думаю надо обязательно высказаться и тут конечно же сразу первые мысли которые прилетают что а где же вы были все эти восемь лет как нам говорят но понятное дело что эта женщина которая на видео который я сейчас сюда вставлю она вообще ничего не понимает и это опять же таки странно кто-то из обозревателей политических как-то говорил что было такое негласное правило в россии что типа вы не трогайте политику политика не трогает вас и тут вдруг в какой-то момент значит политика решила все таки всех потрогать и тем самым вдруг у людей со временем начинают открываться глаза но у кого-то раньше у кого-то позже кто-то уже погиб кто-то как бы стал людоедом если вы не видели это видео значит смотрим и прям сразу начинаем его комментировать действительно хочется спросить вот с власти вот всем нам нужно объединиться и спросить нам всем нужно объединиться и спросить а как бы а чё раньше то не спрашивали тут очередной раз вот история до тех пор пока никого не клюнул значит петуху в одно место все продолжают говорить а кто как не он как бы а что я могу сделать мы ничего не решаем и правильно что затыкают за желто-синее там и за всякое безобразие а вдруг вот наконец-то блин тетеньку клюнула и тут у меня просто вопрос а вот она стала записывать видео она вообще не в курсе что в стране происходит я извиняюсь как бы я прям сразу сашки написал говорю она все сразу на 40 наговорила она просит чтобы как бы отменили президента ты совсем недавно ходила за него голосовать я извиняюсь а а тут наконец-то клюнуло и теперь как бы открываются глаза и начинают люди говорить блин да и были репрессии и сажали и влаги были да а вот тех кого не клюнула продолжают говорить обратно ничего не было ничего не происходит все замечательное кто кто как не он блин я я в шоке я уже уже не грустный и шок это тоже какой-то почему мы так живем почему у нас нет защиты для людей почему нет бомба убежишь почему она заставляет укрываться каких-то подвалах почему она заставляет эвакуироваться куда-то неизвестно куда выйти своих квартир здесь вот как бы встречный вопрос люди которые жили в украине у них не возник вопрос почему они вдруг должны где-то прятаться и эвакуироваться но в принципе людей в россии которые сейчас недовольны своем положении женщина и там еще группа пенсионерок видимо из белгорода вдруг соответственно не случилась такая ситуация то что уже больше двух лет украине люди остаются без домов без сего и должны куда-то уезжать и это как бы ну это другое почему такие законы принимают эвакуации почему принимают законы о массовом захоронении мирное время что это значит почему принимают законы о массовом захоронении в мирное время и дальше она говорит что это значит она вообще она не в курсе что происходит она записывает видео недовольная и она спрашивает что происходит а вы извините меня женщина вы не в курсе что происходит я конечно понимаю что у нее там случилась трагедия у нее может быть открылись глаза либо не открылись и она просто в шоке от того что она должна прятаться и что-то и там на нее нападают и она видимо даже не понимает причиной из-за чего и когда это случилось что предусмотрено этими законами и сейчас мы подали уже сходили все объединились дать мне тут сразу хочется вспомнить гиркина который и сейчас мы клуб рассерженных значит пенсионерок патриоток россии с разных регионов требовали люди мы сходили подали президенту администрации президента мы подали в госдуму мы сейчас еще будем подавать она не в курсе что в принципе эти государственные органы и власти они не для людей уже давно и что они куда-то что там подают каких они ждут вообще действий ну ближайшее действие которое будет сейчас явно за дискредитацию армии и как бы президента и прилетит с мы будем подавать в слезы комитет бастрыкин подавать естественный комитет бастрыкин мы будем жаловаться королю мы будем жаловаться на короля в залушка как бы смотрите призывать к ответственности тех людей которые должны отвечать за защиту населения мы требуем немедленной отставки президент россии она требует немедленной отставки президента россии а у кого она требует вот просто просто не уточнила но мне интересно у кого она требует у президента отставки люба стрикина бастрыкин должен ее его как бы он такой приходит владимир владимир что-то женщина как бы недовольна она спрашивает а чё законы а чё она даже не спрашивается чего столько политзаключенных что людей сажают не пойми за что учителей 15-летних детей которые значит фальсифицируют какие-то показания всякую фигню настолько что как бы но тут она уже требует как бы видимо но как всегда виноваты все только не он как бы просто раздает указания а видимо указания выполняются неправильно а когда вот он узнает он конечно все прям ручку кинет и будет ай-ай-ай путина владимир владимировича немедленной отставки губернатора белгородской области глоткова вячеслава на предмет наличия признаков преступлений предусмотренного части 3 статья ведь но самое главное что она подготовилась и нашла какие там статьи по каким статьям можно значит кого-то куда свергать но она просто опять же так как вот она сидела и 8 лет и все эти 28 лет где-то там в бункере и и ничего не касалось она ничем не интересовалась а наверняка день писал там хейты что это навальнятовские и куда этот навальный лезет что закон закон это никто особо не соблюдает и суды придумают какие-нибудь оправдания как повернуть предложение так что в итоге опять же виновата красоты у к и рф халатность и статья 281 диверсия связи с отсутствием необходимого количества убежище укрытий которые должны быть для людей предназначены как бы такая история что должны быть убежище укрытие да хорошо согласен но с другой стороны до определенного момента и как бы почему собственно но одна из теорий что кто-то там затеял эту войну что кто-то не хотел делать взносы в альянс и всех надо было поставить на уши для того чтобы показать что вот видите угроза как бы существует нужно обороняться нужно вкладывать деньги военно-промышленный комплекс за это не скажу но жить столько времени спокойно как бы зачем нужно были эти бункеры всякое безобразие страна была как бы рядом мирно и все друг друга ездили работали в общем когда я увидел этот видосик вот вы его тоже посмотрели я прям я прям не знаю но вот сейчас немножко выговорился поговорил с тобой думаю ну что же поделать мы в принципе тоже давно знаем кто-то нашел силы средства уехал кто-то остается и как бы помалкивает кто не мог помалкивать выходила с листиками его посадили вот вдруг теперь дошло и до дальних регионов информация как проходит жизнь в россии поэтому ну сил силам терпения я не помню там даже видел про жен мобилизованных и тех кто погиб там российских солдат которые вставали на колени их объявили единогентами мне кажется что в принципе но того как бы и стоит был закрытыми глазами но вот они открылись как и во времена все всем пока все равно желаю мир добра рано или поздно это бред закончится по крайней мере физически интриган я буду я буду жаловаться королеву я буду жаловаться на королеву я буду ваш величество ну ничего ничего сударыня не расстраивайтесь и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok